Добрый день! Мы продолжаем наш занятие по книге Эзры. И как было обещано в прошлый раз, точнее, не обещано, а мы не успели закончить тему, основную тему, которую посвятили два предыдущих урока. Это Таканод Эзра, постановление мудрецов мужей Великого Собрания. И нам осталось буквально несколько строк, буквально несколько, осветить несколько еще постановлений, которые описываются в Вавилонском Талмуде, в трактате Бава Кама, на 82-й странице, в 82-м листе. И постановления, которые мы не успели осветить, не успели их описать, кроме тех, что были связаны со скромным поведением евреев, к ним можно отнести еще одно постановление, из которого следует, что женщины должны были носить синар. Синар – это передник или фартук, и так это пишется, но когда смотришь среди комментаторов, то не все согласны с тем, что это еще какая-то дополнительная одежда, призванная, наверное, скрыть какую-то прилегающую одежду и немножечко скрыть формы, ну, в общем, скромность женщины увеличить из-за этого. А речь идет как раз не просто о верхней одежде, а о том, что называется сегодня нижнее белье и такой вид шароваров, что ли. Все это придумал Эзра из-за, по-видимому, ухудшения положения со скромностью во всем мире. И еще одно важное постановление, которое он внес, это чтение проклятий. В Торе сказано в двух местах, в двух недельных главах, что в Быхукатай и в Китаво. О проклятиях за нарушение евреям, если они не будут праведно жить. Так вот, одно, если бы мы читали его после Нового года, то если бы так выпадало это на время после Нового года, то оказалось бы, что мы не выполняем то, что сказано, говорят наши мудрецы, Пусть закончится год и вместе с ним его проклятие. И пусть же начнется год вместе с ее благословениями. Поэтому, как правило, выпадает на главу Ницавим Ваелех, или на главу Азина, но все это всегда читается перед Рошишана. То есть сначала Клалот, Накитаво, потом еще на следующие главы выпадает Шабад Шува, призыв к раскаянию, к Чуве. И как раз начинаются осенние праздники, трепетные дни, Рошишана, Йом Кипур. И так заканчиваем мы чтение Торы, заканчивается годичный цикл. И это также постановление наших мудрецов, уже великого собрания, во главе с Эзрой, потому что, оказывается, есть много источников, из которых следует, что наши обычаи, обычаи иерусалимских евреев и обычаи вавилонских евреев отличались. И то, как мы сегодня читаем Тору таким образом, чтобы она заканчивалась всегда в Симхат. В Симхат Тора выпадала, праздник Торы, радость Торы выпадала на Ацерет, наш мини-Ацерет на последний день после Суккота, после праздника Суккота. Так вот, оказывается, такое положение было не всегда. Да, были общины, в которых читали Тору, она была разбита таким образом, что заканчивали только раз в три года. И была ситуация такая интересная, что в одних и тех же местах, в одних и тех же областях, городах, в местах проживания евреев были общины, которые шли по этому обычаю, и были общины, которые шли по другому обычаю. Как у нас сегодня принято во всем мире, у всех евреев, во всех общинах, когда каждый год заканчивается чтение Торы. И те евреи, которые не заканчивали Тору в Симхат Тора, тем не менее шли на праздник радости Торы потанцевать, порадоваться с теми евреями, которые в этом году закончили Тору. Нужно выиграть, поплясать на двух баллах. И еще одно постановление можно здесь вспомнить, привести это постановлением, по которому требуется перевод каждого стиха на арамейский язык. Мы говорили, что арамейский язык, тоже Таргум на арамейский язык, он был записан пусть и Ункилосом, но на самом деле не он сам совершил этот перевод, а получил его от своих учителей, которые получили его от трех последних пророков, Хагайз, Харе и Малахи. И получается, что уже мужи Великого Собрания знали, что понадобится вот такой вот перевод на арамейский язык. У этого языка есть очень интересная история, не просто история, а статус. Он также обладает определенной святостью. И сейчас это не наша тема, поэтому мы будем на эту тему говорить, но не просто так именно арамейский язык и перевод Торы на армейский язык сохранился. Вот есть постановление, по которому требовалось, чтобы переводчик стоял, значит, Балькоре, человек, который читает Тору в субботу. Он прочитывал стих, и сразу же после этого он останавливался, и в эту паузу как раз ее заполнял переводом переводчик. Теперь этот обычай остался и по сегодняшний день, и знаете у кого? У еменских евреев. Как известно, что еменские евреи, они жили на краю земли, ну, относительно, на краю Аравийского полуострова, там, где уже его оконечность южная, юго-восточная обывается водами Индийского океана, и вот в этой стране отдаленной проживала и проживает до сих пор небольшая еврейская община, когда-то была очень большая еврейская община, которая переместилась с образованием государства Израиль, переместилась сюда, и они там сохранили очень много обычаев, которые по сегодняшний день являются очень, как говорят, на иврите мекури, то есть оригинальными, очень, в общем, они хранили традицию, очень интересно, например, что их произношение похоже на ашкеназское, то есть когда камац читается почти как буква О, то есть у ашкеназим читается точно как буква О, как звук, который гласный звук О. У них что-то есть похожее. Шема Днут, имя Всевышнего, они произносят так же, очень похоже, только они не говорят ОЙ, они говорят просто... не каждый раз они говорятся АДОЙ, не говорится АДОА, потом НОЙ. также рассказывают историю о том, как пришли йеменские евреи из Йемена, и вот их сафертура, которую они вместе с собой принесли в Израиль, попала к Хазон Ишу, и как раз кто-то, кто рассказывал эту историю, застал Хазон Иш, зашел к нему с вопросом, и Хазон Иш, лидер еврейского народа, в начале, где-то в эпоху, в момент зарождения государства Израиль, и несколько десятков лет после этого этот человек застал Хазон Иша танцующим с Торой, то есть он, обнимая Тору, он с закрытыми глазами танцевал, почему... видно было, что Хазон Иш очень взволнован, и вот спросил этот человек, ученик его, почему Хазон Иш так взволнован, он говорит, пришли йеменские евреи, которые многие сотни лет были отделены от других общин, находились почти на краю земли, на краю Савдовского, Аравийского полуострова, и вот они пришли сюда, принесли сафир Тора, я проверил, и нет никаких отличий, то есть одно из доказательств того, что Тора истинна, и Тора дана Всевышним, дана Всевышним на Мушер, обыдена на земле, и вот мы видим, что даже общины, которые жили в разных местах, но тем не менее, нет никаких расхождений. История, которую мы уже приводили, о том, как во времена царя Йошияу была найдена сафир Тора, был найден свиток Торы в одном из, где-то на пороге, в пороге, в общем, в каком-то месте, вмонтированном в храме, и когда там делался ремонт, по-видимому, что-то повредили, или какие-то блоки меняли, какие-то элементы, и вдруг была найдена сафир Тора, спрятанная там, и вот этот свиток Торы, который должен был быть перемотан на самое начало, потому что они там держались не для того, чтобы читать их каждую неделю, в Шейне Хамичи, а потом и в Субботу, они держались для того, чтобы раз в году выполнять одну заповедь. Соответственно, после того, когда ее прочитывали, тот момент, который, тот отрывок из Торы, его перематывали до следующего года на самое начало, и вдруг этот Тора оказался, этот свиток Тора оказался перемотанный на таком месте, где в Торе говорится, опять же, один из упреков, и Всевышний, после того, когда увещевают евреев и пугают их за то, что если вы вдруг не будете жить правильно, будете жить, совершать преступления, то тогда, говорится там, звучит такой стих, может быть, я где-то в каких-то словах ошибся, и уведет тебя Всевышний в землю, которую ты никогда не знал, то есть, будет изгнание, и вы уйдете в ту страну, где не были ваши праотцы, не ходили туда караваны, и даже ваши торговцы туда не попадали, то есть, далекий Вавилон, далекая Персия, и царь Йошияу заплакал, раздрал на себя одежды, потому что он понял, что это намек свыше о том, что за грехи народа Израиля, по-видимому, Всевышний скоро сделает с ними, реализует те наказания, те упреки, которыми он пугал народ Израиля. за то, что Йошияу, Хазар-Бичува, раскаялся, и принял правильно, понял правильный намек, и принял правильный намек, принял какие-то меры, Всевышний отодвинул эту катастрофу, и при его жизни Иерусалим остался, продолжал быть, иерусалимский храм не был разрушен, и не Йошияу, а другой царь, ушел в изгнание. Но, что интересно, почему я привел это, по поводу, вспоминая, йеменских евреев, дело в том, что в Торе сегодня нет особых правил, как ты должен вставить, вложить лицамцем, вставить текст в строчки, нет построчного порядка, нет порядка по листам, то есть один сойфер пишет более крупными буквами, делают немножко какие-то доли миллиметров, но все-таки больше отступы, чем другой сойфер, и получается, что каждая страница, то есть нету какого-то определенного шаблона, и нету какого-то определенного закона, и текст может начинаться, то есть каждая страница, каждый лист может начинаться, этот клав, этот пергамент может начинаться совершенно с другого стиха, нет каких-то ограничений на длину этого пергамента, на количество, есть количество строк, но какие буквы ты туда вставишь, это не так важно, какие буквы важно, но именно каким образом текст будет расположен внутри этих строк, вот на это нет никаких ограничений или законов, и оказывается, что именно у йеменских евреев их святки Торы пишутся таким образом, что самая первая строка начинается, что вот этот стих «Ва йо и ле ха шем от хава это меха ле реце шеллоя дата» «И уведет Всевышний тебя», именно у них, в их сифре Тора всегда, и у них есть определенные законы, установленные их мудрецами, что всегда этот стих должен начинать лист, потому что очевидно, что когда нашли тот святок Торы в храме первом во времена Йошияу, то как они открыли, и что они увидели? Увидели перед собой целый лист, на нем десятки стихов, и кто сказал, что может быть этот стих намекает на что-то, может быть этот стих намекает на что-то, и почему именно как основной намек было воспринято, именно вот то послание, которое находится внутри этого стиха, потому что этот стих, он начинал, он начинал эту страницу, этот лист, с него начинался этот лист, и он был первым. И вот именно у еминских евреев всегда по их законам нужно начинать эту страницу, страница, где находится этот стих, именно с этого стиха. И по сегодняшний день еминские евреи сохранили этот обычай, когда один читает, Балькоре читает, а Метаргиман или Турджиман он переводит на арамейский язык. И даже если сегодня наоборот, уже выросли поколения, которые не знают арамейский язык, и не знают арабский язык, и не знают другие языки, потому что они пришли из Йемена сюда, их родители, их деды, и эти дети уже родились здесь, в Израиле. Тем не менее, они продолжают выполнять этот обычай. Я не был на субботу, но и, говорят другие, не советуют ходить, потому что, ну, во-первых, большая путаница, ничего не понятно, мы не привыкли так, привыкли слышать постоянный текст, постоянное чтение, течение вот этого, этой нашей недельной главы. И просто по времени их молитва гораздо, длиннее, гораздо больше, но это было постановление Эзры, которое, по-видимому, было отменено в более поздние времена, а вот йеменские евреи продолжают сохранять, придерживаться этого обычая. Ну, я думаю, это еще не все, но, думаю, достаточно, потому что нам нужно возвращаться к основной нашей теме, к тексту книги Эзры, в седьмой главе, из которой мы перешли вот к этим темам, к которым занимались два урока приблизительно, и единственное, что нужно завершить вопросом, вопросом, который задают наши мудрецы в Гморе, почему все-таки наши более поздние мудрецы назвали вот то великое собрание мужей, именно таким именем, мужей великого собрания. Каждый думающий человек, каждый тот, кто изучает вместе с нами Эзру, книгу Эзры или другие источники или изучал, может, немножечко подумав, сказать, прийти к каким-то определенным умозаключениям, каким-то логическим выводам. люди, которые являются как бы Хотмей, Тораш и Бехтав, запечатывающие, завершающие Тору письменную. Эпоха, когда была только письменная, когда письмом, когда печатью, когда на бумаге была записана только Тора. А другие мысли, другие изыскания, другие источники, устная Тора, то, что называется устная Тора, никогда не запечатлялась на бумаге и на других пергаментах. Так вот, люди, которые сделали это, сделали эту, перешли эту веху и начали первые записывать устную Тору и как бы являются завершателями того периода, который называется период, который проходил под понятием только письменной Торы, разве не достойны они, чтобы носить такое название, чтобы им было, их великому собранию было присвоено такое имя. И если этого недостаточно, то можно другое сказать. Люди, которые установили для нас молитву, нусах молитвы, текст полный, содержание этой молитвы, на которой, или текст, который запечатлен во всех седурах сегодня, всех общин. Эдот-Мизрах, Сварадим, Хасидим, Литаим, Нусахашкина, неважно, все сегодня практически, есть какие-то отличия, эта тема отдельная, тема логическая, можно, нельзя, почему, кто прав, кто не прав, и думаю, все правы, но все пользуются одними и тем же шаблоном. Разве этого недостаточно, чтобы назвать этих людей мужами великого собрания? И говорят, наши мудрецы, нет, этого недостаточно. Есть что-то более существенное, есть что-то, что несет и передает их настоящую сущность, какое-то другое понятие, какое-то другое, другой дух, который они несли или привнесли в нашу жизнь со своим появлением и в результате своей деятельности. Так что же это? В трактате Юма 69-й лист, страница 2-я, задаются этим вопросом наши мудрецы, и наши мудрецы говорят так, что мужи великого собрания называются так, потому что они смогли увидеть сущность или смогли увидеть корень в нашей жизни, что-то очень существенное, что-то очень важное, то, что даже не смогли увидеть некоторые пророки. И о чем идет речь? Говорят наши мудрецы так, в трактате Юма. Когда пришел Моша Робейну, когда он получил, пришел в наш мир, вывел народ Израиля из Египта и получил Тору на горе Синай и дал ее народу Израиля, он сказал такой стих. В книге Дворим 10-я, глава 17-й стих говорится так. Ибо Господь Бог ваш, Он Бог, Бог богов и владыка. Владык Бог великий, первое, сильный и страшный. Моша Робейну назвал Всевышнего тремя терминами, описал его, его проявление, влияние на наш мир в трех вещах, что Бог великий, Бог сильный и Бог страшный. Но вот прошло время. народ Израиля прожил почти тысячу лет на Святой Земле, 400 приблизительно лет до строительства первого храма, 410 лет второй храм, и вот храм разрушен. Храм разрушается, и приходит пророк Ермия, у которого жил в то время, и он, описывая Всевышнего и влияние его, проявление его в нашем мире, уже опускает слово страшный. О чем идет речь? Кто хочет проверить? Стих Ермияу, 32 глава, 18 стих. «И ты, творящий милость тысячам поколений, воздающий за вину отцов в лоно детей их, что после них Боже великий и сильный». Но нет слова страшный. Великий, могучий, сильный, но не страшный. Почему Ермияу вдруг не опускает этот термин, опускает это описание Всевышнего? Потому что он видел, как страх не влияет, то есть, не то, что страх не влияет, а не евреи, народы мира, которые захватили, вавилоняне, каздимцы, которые пришли, захватили Святую Землю и разрушили храм, войдя в него и осквернив его, они не боятся Всевышнего. Значит, нет места для этого термина, нет места для этого описания Всевышнего, если мы видим, что Гуи не боятся Всевышнего. Прошло дальше, прошло еще какое-то время и уже Даниэль, который также обладал руаха, но не был пророком, и вот Даниэль также опускает одно слово. Правда, он возвращает страшное, но он опускает сильный. Говорит Даниэль, о Господи Божий, великий и страшный, нету слова сильный, который хранит заветы милость к любящим его и соблюдающим заповеди его. Почему Даниэль вдруг решает опустить это понятие, опустить понятие сильный, говорят комментаторы. Даниэль сказал, что разве ты не видишь, как народы порабощают, как народы мира порабощают твоих сыновей евреев, и ты не можешь их освободить, и ты ничего не можешь сделать. Опять, они не боятся этого, они не видят в тебе силы, значит, может быть, твое, не то чтобы Всевышний хас вишалом, не дай Бог, нет у него силы или нет у него возможности навести страх на других, просто. кто-то чувствует так в мире, что ведет себя таким образом, что этого страха он не ощущает и этой силы он не ощущает Всевышнего, и поэтому мы, конечно же, знаем об этом, что для нас нет проблемы в этих понятиях для того, чтобы написать все три, для того, чтобы жить с этими всеми тремя, но не евреи, не все видят это, не все ощущают, потеряли страх, но пришли мужи великого собрания, которые жили после Даниэля, и которые жили после пророка Ирмияву, и они сказали, откройте себе дур, возвращаемся к их постановлениям, возвращаемся к молитвеннику, Ашем Агадоль, Агибор Ванура. Первое благословение, когда мы пославляем Всевышнего, мы произносим все три названия, все три проявления Всевышнего в этом мире, Всевышний, Агадоль, Агибор, Агибор, Великий, Страшный, Иванура, Ашем Агадоль, Великий, Агибору, Могущественный, и Анура. И говорят, говорят наши арабии лезер, вот это и есть, вот это и есть величие наших мудрецов, великого, мужей великого собрания, которые смогли, нашли в себе силы определить Всевышнего, возвести его в тот же ранг, как бы, как это было во времена Мушарабейн. Ну и разумеется, масса вопросов. Как это они могли, а Ермияу не мог, Ермияу не понимал, а они понимали, или даже если так скажем, ну хорошо, вы взяли и назвали всеми тремя, но от этого ведь ничего не меняется, если в мире ничего не поменялось, если действительно ни евреи не боятся, если действительно ни евреи не боятся, ни Всевышнего не боятся порабощать евреев. Как? Вы? Что? Что вы здесь провозглашаете? Что? Разве это не просто пустая декларация, не несущая, не имеющая в себе никакого наполнения? Говорят наши мудрецы, нет, пояснять это так. Наши мудрецы, мы бы могли подумать, что мудрецы мужей Великого Собрания пережили, они жили уже после вех, после каких-то этапов, после событий страшнейших, которые прошли, прогремели, пронеслись над головами нашего народа. В это время была декларация о независимости. Евреи пошли строить храм, но их тут же заморозили, эту стройку, на 18 лет целых. В это время прогремел пурим над головами еврейскими. И именно прогремел, потому что это могло закончиться очень даже плохо. Никогда такой возможности у неевреев не было, никогда такая опасность не нависала над народом Израиля, когда над всем народом висел этот домоклов меч, который угрожал жизни всему народу. Потому что даже если взять последнюю катастрофу, все равно евреи жили в Америке, евреи жили в Южной Америке, евреи жили по всему миру, и и Махшмам немцам невозможно было, и нацистам невозможно было реализовать эту картину, эту задумку, если бы, конечно же, Всевышний не дал им на это право. Но тогда все евреи были сконцентрированы в 127 государствах, которыми правило Хашвирош. И такая возможность была. И вот евреи пережили это. Мы вышли с испытанием, наш народ прошел это испытание, и вышел из него с честью. И вот теперь, когда евреи отстроили второй храм, когда евреи смогли вернуться в свою землю, получили право, даже пусть и будучи под влиянием, под властью, под эгидой, все это строилось под эгидой нееврейских императоров, тем не менее, теперь мы чувствуем себя немножко, мужи великого собрания чувствуют себя немножечко возвышенно. Они понимают, что несмотря на все, на все испытания, на все тяжести, но Всевышний вытягивает нас, вытягивает нас, конечно, это зависит от нас, чтобы мы удостоились этой чести, чтобы Всевышний нас вытянул, спас, избавил, но, в общем, они могли чувствовать себя легче, они, бросая свои взгляды назад, они могли говорить теперь и о периоде Ирмияу, да, был разрушен первый храм, да, было плохо, да, было тяжело, да, невозможно вернуть то положение, и второй храм совсем не такой, как первый храм, но, все же мы продолжаем жить, и все же, какой-никакой есть храм, и мы вот здесь, на своей земле, вернулись, и создали этот великий орган, который теперь управляет всеми, всей нашей жизнью, и мы теперь можем так сказать, Всевышний, Великий Всевышний, Могучий Всевышний, Страшный, но и это не будет точно, потому что в самой Гмаре сказано, что пришли мужи Великого Собрания, и, относясь именно к, рассматривая причины, которые привели к определенным изменениям у пророка Ирмия в стихах, в определениях влияния Всевышнего на наш мир, у пророка Ирмия и у Даниэля, они говорят, что да, да, не то, что вы жили в плохое время и тяжело было вам это понять и признать все три все три статуса Всевышнего, а мы, нет, не это, мы смотрим именно на ваше время и говорим вам, не с нашей, не с нашего времени задним числом мы теперь умные такие, а мы говорим, что нет, и тогда, если бы мы жили, тогда в ваше время, мы бы тоже сказали, Всевышний великий, могучий и Всевышний страшный, и где же его страх, ведь не евреи порабощают евреи, ведь не евреи не боятся свернить храм, гем-гем гвуротав, гем-гем науротав, объясняют наши мудрецы, что они видели больше, мужи великого собрания смогли увидеть больше, чем видели даже великий Даниэль и великий прокер Мияу. В чем могущество его выражается Всевышний, в чем сила? В том, что он, это Даниэль, по отношению к Даниэлю сейчас, Даниэль, который опустил слово сильный, в том, Даниэль, Даниэль сказал, евреи порабощены, находятся под властью неевреев, где же сила Всевышнего? Объясняют наши мудрецы, мужи великого собрания, сказали бы Даниэлю, в этом есть сила, где сила? Ты думаешь, сила это только когда евреи являются независимыми, когда евреи могут отстреливаться, отбиваться, посылать самолеты, ракеты, свою команду и решать свои вопросы самостоятельно? Да, это неплохо, очень радует, нередко радует и эти события, но главная сила Всевышнего в этом мире выражается не в том, что он не дает кому-то владеть или указывать евреям, быть его гегемонией, а в том, что еврейский народ сотни тысяч лет существует среди, живет в изгнании среди семидесяти волков среди семидесяти народов мира и эта маленькая овечка продолжает свое существование. Вот это настоящая сила. Не просто сила физическая, не просто сила, связанная с независимостью, как мы уже описали некоторые моменты, каждому кажется, что это вполне логично и правильно так определить силу. А сила Всевышнего именно в том, что он это гораздо большее чудо. Это гораздо большее чудо, чем просто сбитая ракета или чем отбитая атака или побежденная, победа в какой-то войне над тяжелыми, над превыходящими силами врагов. Всевышний хранит народа Израиля и это самое большое чудо, и это самое большое проявление силы. А где страх перед Всевышним? Страх это уже ответ на Ермияу. Страх выражается в том, где я вижу, что меня повергает в страх и неевреев должно повергать в страх в том, что неевреи так много делают несчастья, так много делают страдания, причиняют страдания народу Израиля, а Всевышний терпит. Всевышний терпит и он позволяет им это делать и мы видим в этом, может быть, мы и не рады этому, может быть, нам это тяжело, но от этого тяжело, но мы видим, что страх Всевышнего выражается вот именно в том, что он умеет, страх перед Всевышним, что насколько он умеет сдержать свой гнев и отодвигает наказание тем, кто причиняет страдания его народу. Теперь осталось объяснить только о последний момент, а Ирмиявы, Даниэль ни этого не понимали, по-видимому, им было тяжело, находясь в этой, на лезвии огня, на лезвии этого, на острие лезвия, находясь среди этого огня, пожаров, горящего храма, тяжело было выразить, даже если ты это понимал. Выразить это в стихах. Но мужи Великого Собрания превзошли их. И что им дало силы? А потому что мы знаем, что есть Аллаха, и это закон. Мудрец, он кодем, он в плане уважения или не уважения, а в плане его главенства для народа Израиля, он является большим, более важным человеком, чем пророк. И если пророки только передавали послание от Всевышнего, то мудрецы уже обладают непосредственно ее силами от Всевышнего. Помните историю из Авелонского Талмуда, когда раби-элизер спорил с другими мудрецами, и происходили масса чудес, и оливковое дерево, рожковое дерево передвинулось на 400 локтей. Стена начала падать, остановилась. В общем, мудрецы смогли остановить все эти чудеса, все эти знамения. Бат-коль выходило, эхо с небес раздавалось. Мудрецы говорили, Всевышний дал нам власть, спустив Тору с небес на землю, он дал нам власть, и теперь Тора здесь на земле, а мы ее представители, мы ее трактователи, толкователи, преподаватели, мы те, кто здесь все решает сегодня, и за нами последнее слово. Поэтому именно мужи великого собрания получили это имя, как мужи великого собрания, потому что мы увидели вдруг, как Тора воскресает, как Тора возрождается именно через их слова, даже через слова пророков, что Эзра и его друзья, и его соратники, весь этот огромный великий орган законодательный Хавурат и Ора, как ее называют Рамбом, смогли вернуть Тору к ее предыдущему величию. Именно поэтому они не могли позволить себе, а только они, обладая своим статусом и своими правами, могли понять то, что даже не поняли другие, если это правильно и корректно говорить так по отношению Хермияу и Даниэлю. И поэтому они вновь ввели, не ввели, а объяснили нам, что так всегда было, так всегда есть и будет проявление Всевышнего в этом мире через три этих термина Ашем Агадоль Агибор Банура Всевышний великий, сильный и могучий. На этом мы остановимся не сейчас, по отношению к теме Мужей Великого Собрания и попробуем вернуться к седьмой главе. Давайте вспоминать, где мы остановились и пойдем дальше по тексту, как и было сегодня обещано. Седьмая глава, книга Эзра. Мы прочитали несколько первых стихов так мне помнится и дальше рассказывается о том, как Эзра приходит в святую землю. Давайте начнем все-таки сначала. Нет, стих шестой достаточно будет. Поднялся этот Эзра из Бавеля, из Вавилона. А был он писцом, мудрецом, писцом, записывающим, не тот, как уже говорили, не просто писец, который записывает все, а именно человек, с которого началось записывание, запечатление на бумаге различных изысканий, различных традиций и Торой устной, которые он получал от своих учителей. Следующим в Торе Моше, который дал Господь Бог Израилев и выполнил царь все эти просьбы, так как была с ним сила Господа Бога его. И поднялись люди из сынов Израилевых и священников и левитов и спевцов и стражей ворот и подданные в Иерусалим на седьмом году царствования царя Артахшасты. Кто такие подданные, если вы посмотрите в ивритский текст, это Нетиним от слова Нетуним данные или которые были данны, были установлены. О чем речь? Кто это такие? Это гевонцы, гевоняне, гевоним, те представители одного из семи кнаонейских народов, которые жили в Святой Земле, которые по ошибке решили, что у них больше нет опции присоединиться к народу Израиля и жить, оставаться даже неевреями, но кошерными неевреями, праведными неевреями, жить под эгидой и по указанию евреев выполнять семь заповедей сыновей Ноаха. И они одели на себя старые обветшавшие одежды, шляпы и какие-то все, что покрывало их голову, они сняли для того, чтобы получить загар, что должно было свидетельствовать о том, что они являются пришельцами и пришли они издалека. Разумеется, на ноги были надеты старые разбитые сандалии, на меха с вином и с водой для этого были использованы меха с старыми заплатками и действительно этот трюк прошел, им удалось ввести в заблуждение Иошуа и Иошуа принимает их как пришельцев, соответственно не как представителей кнаанийских народов, с которыми из святой земли, потому что были кнаанийские народы, которые жили вне святой земли, с ними не было проблемы заключать союз, а только с теми представителями семью, семи кнаанийских народов, которые жили в святой земле и Иошуа заключает с ними союз. Несмотря на то, что этот союз был неправильный, соответственно сделка в принципе могла быть расторгнута изначально, но чтобы не было Хилу-Лешем от скринения имени Всевышнего по отношению к другим народам, чтобы другие не восприняли это так, как будто бы евреи с легкостью относятся, с пренебрежением относятся к соблюдению заповедей, которая дана, соблюдению союза, который был дан с произнесением имени Всевышнего, Иошуа получает приказ от Всевышнего оставить их в нашей среде, в среде еврейского народа и относиться к ним как к союзникам, выполнять все условия. Евреям пришлось воевать за эти города с другими канонейскими царями, которые, узнав об этом союзе, решили сразу же напасть в первую очередь не на евреев, а на своих бывших соплеменников. И какая была дальше судьба с этими нитинами? Им не было разрешено войти в народ Израиля как стопроцентный героицедек, как стопроцентные празелиты. Они жили в нашей среде, их не трогали и наоборот их установили, чтобы они были водочерпиями и лесорубами или собирателями дров для нужд храма. И вот эти люди продолжают жить. Эти люди, которые жили в основном в колене Бенемина, в четырех городах небольших, они ушли в изгнание, прожили историю, длинную историю, совместную с еврейским народом, как правило, не очень удачную и в книге пророка Шмуэля описывается проблема, которую создали эти гивоним, отказавшись, когда были убиты несколько из их человек, а само это племя было лишено возможности для пропитания и, по-видимому, были большие потери людские среди них от голода и недостатка, они потребовали, чтобы были отданы семь сыновей царя Шауля им на растерзание, то есть, были преданы смерти, и как царь Давид не пытался их ле-фа-ес, как не пытался он их умиротворить и договориться с ними, успокоить их, откупиться деньгами, большими деньгами, они потребовали, чтобы была только смерть, чтобы другим было неповадно и это только подтвердило ту порчу, ту испорченность, которая находится внутри этого народа, внутри кнанейских народов и так и продолжали держать их в нашей среде, но не жениться с ними, не вводить их в народ Израиля на всех правах, как обычные герои цедык. И вот они ушли в изгнание за эти 52 года, также не все из них ассимилировались, по-видимому, были те, кто действительно соблюдал Тору. И вот они возвращаются вместе с народом Израиля сюда, с Эзрой, в святую землю, потому что за многие сотни лет, за почти тысячу лет проживания на этой земле, а для них эта земля еще более, они живут в ней, еще ее потомки жили до евреев, там, понятно, что даже этих, скажем так, не самых лучших представителей нашего народа, или тех, кто жил рядом с нашим народом, им также хотелось вернуться домой, и они вернулись, подданные, то есть, слово подданные не передает весь тот смысл, который мы знаем, который сразу же вытекает из слова нетиним, и вот вернулись вся группа с Эзрой и также нетиним в Иерусалим на седьмом году царствования царя Артахшасты, царь Артахшаста, он же Даниэль Второй, мы знаем, что Артахшаста, уже говорили не один раз, это термин, которым назывались египетские, как фараон у египтян, так у персов, это были их императоры, а речь идет о Дарии Второй, сказал Даниэль, кажется, Дарии Второй, Дариявыч, второй сын Эстер и царя Артахшвероша, по некоторым мнениям, даже Мордыхая, и вот он дает этот приказ, дает это письмо, сейчас мы прочитаем текст, который очень много также нам обещает, который дает очень большие полномочия, расширенные полномочия для Эзры и для Нехемии, который возвращается в Святую Землю спустя 23 года после того, как пришла первая группа с Зрубавелем. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц седьмого года царствования Дариявыша, потому что начался исход из Бавеля в первый день первого месяца. Четыре месяца евреи были в пути. Группа, небольшая группа Эзры, уже не было тех десятков тысяч, которые были, с Зрубавелем, но какая-то группа шла вместе с ней в пути, и четыре месяца они находились в пути. Посмотрите, в первом Ниссана Эзра вышел. После, ну, отпраздный праздник Песах дома, это же такой семейный праздник, не просто семейный, это праздник, когда есть масса нюансов, которые требуют какого-то стационарного расположения. Нужно выпечь мацу, и нужно ее даже после выпечки потом хранить в каком-то месте. Не так просто ее транспортировать, да и тем более она может поломаться в дороге. Сегодня мы знаем, покупаешь килограмм мацу за 200 шекелей, открываешь, что там половина пачки поломаны. Правда, есть, мне рассказывали как раз, опять же, еменские евреи, какая-то еменская мафия, пекарня, в которой делают кошерные для Песаха мацот, которые замешиваются на яйцах, не знаю, насколько это, по-видимому, там все в порядке с Аллахой, которые являются очень гибкими, похожи даже немножко на лепешки. Много слышал, но не видел, и тем более не ел, ну, не важно, не выходят перед Песахом в дорогу. Вино, Курбан Песах, ну да, они уже не могли, храм разрушен, теперь они, наверное, не могли его делать. Тем не менее, почему бы не подождать и выйти позже? Очевидно, или так объясняют наши комментаторы, Эзра знал приблизительно, что те транспортные средства, которыми он располагал, ослики, кони, верблюды, что у них там могло быть? Мы видели, что первая группа шла, там, на 40 тысяч человек было, на 42 тысячи почти человек было, всего 5 тысяч коней, в общем, большинство шло пешим ходом, только, наверное, малые дети, женщины, старики, им предоставлялись какие-то другие, более удобные средства передвижения, а остальные шли пешком. И вот Эзра знал, что его группе, вот с ее оборудованием, с теми возможностями, придется в пути пробыть около 4 месяцев. И он рассчитал специально, чтобы он пришел в Ходыш Ав, в самом начале, когда сказано, и пришел он в Иерусалим, число приводится или нет, в пятый месяц, седьмого года, нет, не сказано, пятый месяц, это месяц Ав, потому что первый месяц, это месяц Ниссан. И, соответственно, здесь уже не делался расчет, он вышел ровно за столько, чтобы успеть к началу месяца Ава. Почему? Зачем нам нужен так Ав? Эзра хотел этим символически показать или, может быть, установить что-то, что изменит наше будущее, что именно в месяц Ав, в месяц плача, когда мы, ну, до 9 Ава, по крайней мере, когда есть страшный, один из самых тяжелых дней в нашей истории, в нашего народа, чтобы из лаофохи его, превратить его в день праздника, когда евреи возвращаются в святую землю и присоединяются уже к тем счастливцам, которые живут в ней и которые уже возвели все-таки через все трудности, через все тернии, смогли возвести второй храм и возродили в нем службу, служение, жертвоприношение и все, что с этим связано. Дальше. Стих 10. Потому что расположил Эзра сердце свое для истолкования Торы Господней и исполнения ее и обучения Израиля постановлениями законом. А вот содержание послания, которое дал царь Артахшаста Эзре священнику Песцу, который был. Нужно обучать словам заповедей Господних и постановлений его данных Израилю. Артахшаста, царь царей, Эзре священнику Песцу, искушенному в законе Бога Небесного, отныне дан мной приказ, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева из священников и левитов, кто пожелал идти с тобой в священный... простите, в Иерусалим пусть идет, поскольку послан ты царем и семерыми советниками его проверить в Иудее и Верусалиме, соблюдение закона Бога твоего, Торы. Посмотрите, какая радость. Где это видно? Не еврейский царь, ну да, он аллогический еврей, но имеется в виду представитель Персидской империи. Император Персидский вдруг дает право еще и заботиться об этом, чтобы Эзра там мог насаждать проводили проверять соблюдение Торы. Вот так бы сегодня, а? Так бы... Что в руке твоей? И чтобы отвезти серебро и золото, которое царь и его советники пожертвовали. Уже отдали много, нет. Еще дают. Кстати, интересно, семь советников. Смотрите, все не меняется. Все остается, все в законе. В первой главе Мегелат Истер, Свитка Истер, там описывается о том, как царь Ахашвирош советуется со своими советниками, если их посчитаете, среди них также... Среди них есть. Последний Мемухан, говорят наши мудрецы, это был Аман и Махшмо, но там также семь советников. И вот все продолжается, картина не меняется. И чтобы отвезти серебро, прочитали 16 стих, и все серебро и золото, что соберешь ты во всей стране Бавель вместе с пожертвованием народа и священников, что пожертвуют они на храм Бога, их, что в Иерусалиме. То есть есть золото, которое дали не евреи, саномники, другие. Есть золото, которое дают евреи. Все ты можешь отвезти беспошлино. Поэтому тотчас же купи на эти деньги быков, баранов, ягнят, муку и вино для приношения их и возлияния, и принеси их в жертву на жертвенники храма Бога, что в Иерусалиме. И то, что захотите сделать вы, ты и братья твои, с остальным серебром и золотом по воле Бога вашего делайте. А утварь, которую выдали тебе для службы в храме Бога твоего, доставь ее полностью пред Бога в Иерусалим. А остальное, что необходимо для храма Бога твоего, что положено будет тебе выдавать, давай это из сокровищницы царской. То есть везде, где будете проходить, везде все местные авиры должны оплачивать вам билеты. То есть обеспечивать еду, фураж для скота, для коней ваших, для верблюдов, и вы должны продолжать дальше. То есть бензин за счет государства. Дальше. Местные власти также должны обеспечить ваши нужды. Если вы привезете вино, муку и прочее, быков для жертвоприношений, и этого не хватит, вы должны, вы имеете право обратиться к местным властям. Представляете, как сейчас чувствует себя Санвалад, негодяй, лидер самаритян, который жил тогда в похват Шумрон, рядышком, недалеко от Иудеи, от Иерусалима, сразу же на север, в нескольких десятках километрах. Приходит Эзра и говорит ему, уважаемый, точнее, много неуважаемый, Санвалад, и самаритяне, которые нам совсем не братья и не товарищи, будьте добры, выложите, что у вас есть там в казне. Не все, но то, что нам необходимо, вы должны все оплатить, все наши расходы и все наши требования. До ста талантов серебра, до ста коров пшеницы, до ста батов вина и до ста батов масла, а соли без счета. Соль можете требовать, то есть, каждая местная власть, и должны выделять вам вот до такого предела, до такого лимита вы имеете право у них требовать, что вино жертвы, а вот соль без ограничений. Видать, на Мертвом море хорошо добывалась тогда соль, как и в наше современное время. Все, что по заповеди Бога Небесного, пусть будет точно исполнено для храма Бога Небесного, ибо зачем быть гневу Божьему на царство царя и сыновь его? А вот извещают, что на всех священников и левитов певцов стражей в ворот, стражей в ворот, подданных служителей этого храма Божьего не разрешается возлагать налоги, подушную подать и дань. Как говорят комментаторы, речь шла не только о том, что Эзра все-таки, будучи пах, пехой, и Нехемия, будучи пехой, они все-таки должны были платить налоги государству. С простых евреев они собирали, с других, с неевреев, предприятия, все как положено, как в любом государстве, многие вещи, большинство держатся на собирании налогов. Но вот левиты и первосвященники, священники, они коины остаются без налогов всегда по отношению к властям персидским. И более того, добавляют комментарии, по дороге, когда они шли, был дорожный налог. Когда менялись какие-то провинции, менялась власть каких-то границ, каких-то между одной провинцией к другой, между одной пехой, между одной пахвой к другой пахве, всегда стояла таможня, которая даже внутри государства могла взимать какие-то налоги, переход через мосты, какие-то скоростные трассы, как это принято сегодня. Все это вы, от всего этого вы освобождены. И вот, последние стихи седьмой главы, и этого важного послания. «А ты, царь, а ты, Эзра, по мудрости, данная тебе Богом твоим, назначь правителей и судей, чтобы судили они весь народ в Заречье, всех знающих законы Бога твоего». Вы понимаете, что этими словами, какие полномочия даны Эзре этими словами, этими строками? Заречье – это большая страна, это половина Ирака, это современная Сирия, это современный Ливан, это часть Саудовской Аравии, современные Иордания, евреи, проживающие в Египте, евреи, тем более проживающие в Святой Земле. Над всеми ними теперь Эзра имеет право, имеет полную власть, и он уполномочен властями Персии, и он может делать, что хочешь с ними, что хочешь, не как царь, не как самодур, не как безвластие, но если кто-то не будет соблюдать законы Торы, Эзра может прийти к нему и объяснить ему, что смотри, я могу тебя наказать, потому что ты ведешь себя неправедно, а если человек ответит ему, знаешь, что у нас тут другая власть, но у нас тут власть не Всевышнего, а власть Персов, так вот Эзра покажет им этот документ, и выпишет ему какую-то сеть, какую-то, какую-то серию плетей, или же просто, может быть, закончится, все закончится на, все закончится, завершится угрозой, никто не захочет получать какие-то наказания, штрафы, сроки в тюрьме и тому подобное, а над каждым, кто не исполняет закон Бога, не закон Персии, закон Бога, твоего или царский, или царский закон, вторичный, на втором месте идет в списке, пусть над ним тотчас свершится, свершаться на смерть ли, на изгнание, или на кару имущественную, или на заключение в темницу, благословен Господь Бог отцов наших, что послал это в сердце царя, сделать прекрасный храм Господень в Иерусалиме, и мне даровал он милость царя и советников, его и всех раб, это уже слова Эзры, во начальника в царстве собрался я с силами, ибо была на мне рука Господа Бога моего, выбрал я часть глав семейств Израилевых, чтобы взойти им со мною. И сейчас перед завершением самым я только для иллюстрации, мы это еще будем подробно изучать, но вот откройте, у кого есть текст перед глазами, откройте 10 главу в книге Эзры, 7 стих, Эзра узнает, когда ему становится известно о уровне кровосмешения, или как назвать это, ассимиляции, об уровне браков с нееврейками, он вызывает всех к себе в Иерусалим, всех евреев Израиля, мужей, глав семей вызывает в Иерусалим, и вот смотрите, как он это делает, и встал Эзра перед домом Божьим и пошел в комнату Йохана, сына Эльяшива, и вошел он туда, и хлеба не ела, воды не пил, не горевала в преступлениях изгнанника, сначала пост, а потом, и огласили в Иудее и Верусалиме, что всем сынам изгнания надлежит собраться в Иерусалиме, а у того, кто не придет, через три дня согласно совету сановников и старейшин отобрано будет все его имущество и будет он отлучен от общины изгнания. И собрались через три дня все жители Иудеи и Бениамина в Иерусалим. Понятно, почему. Все это благодаря постановлению Дарьявыша Второго, который Всевышний вселил в нем, дал в нем дух, которым также наделил Эзру, чтобы иметь власть, чтобы устанавливать закон Торы, чтобы народ Израиля жил праведно и не грешил. На этом сегодня все. Спасибо за внимание и в следующий раз мы начнем восьмую главу книги Эзры Байзрата Шем. До свидания, до новых встреч. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok